В этом году под пристальное внимание законодателей попали дороги. Причем касается это не только сферы безопасности. Привычную схему – авария, звонок, выплата – ждут перемены. Вместо денег владельцы полисов ОСАГО получат направление в автосервис. Если авария серьезная, с пострадавшими и ущербом больше чем в 400 тысяч рублей, выплату оставят. Остальных будут чинить по следующей схеме. Пострадавший в ДТП обращается в свою страховую компанию. Там на выбор ему предлагают несколько СТО, с которыми у страховщика заключен договор. Не дольше, чем через 30 дней машину должны отремонтировать и вернуть владельцу. Когда клиент будет забирать свое автотранспортное средство станции технического обслуживания, будет производиться акт приема и передачи. Если клиента будет что-то не устраивать, клиент может обращаться опять же в страховую компанию, где будет проходить экспертиза уже от страховой компании. И какие-то недостатки будут устраняться. Плюс для водителя в том, что запчасти на авто будут ставить новые без учета износа. Это выгодно и для страховой компании, которая теперь точно не переплатит за ремонт. Те, кто выкупает страховые долги, тоже в минусе не останутся. Поправки вступят в силу с 27 апреля. То есть перемены коснутся всех, кто оформит договор ОСАГО после этой даты. Хотя осталось меньше месяца, а страховщики сами не знают, как действовать дальше. Нужно ли договариваться с автосервисами о сотрудничестве или будет единый список для всех в городе? Закон еще пока немножко плавающий и конкретной информации как бы нет. Но Центральный банк и Российский союз автостраховщиков заверяют, что с этим проблем не будет. Закон есть, регламента нет. Похожая история случилась с системой Эроглонас и поддержанными японками. В начале года ввезенные иномарки застряли на таможне. Все потому, что в Минпромторге не разработали технический регламент для этой категории. Я обратился в правительство Российской Федерации с предложением отсрочить введение этого технического регламента на полгода с целью внесения соответствующих исправлений, изменений и принятия необходимых нормативных актов. К весне с регламентом разобрались. Сейчас в Приморье устанавливают первую партию тревожных кнопок. На очереди около 4 тысяч иномарок. И вот какой маршрут для них подготовили. С договором на приобретение тревожной кнопки автовладелец отправляется в аккредитованную испытательную лабораторию. Там он получает свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. На основании этого документа сотрудник таможни выдает самый важный документ – ПТС. Затем автовладелец забирает свой автомобиль со склада временного хранения и возвращается в офис компании, где устанавливает тревожную кнопку. И только потом в ГИБДД на учет. На деле пройти этот путь не удалось еще ни одному автовладельцу. Стопорят в лаборатории. Специалисты не выдают свидетельства. Говорят, разъяснения сверху из Росаккредитации дали, но их недостаточно. Я думаю, что с понедельника 10, седьмого пятница, понедельник 10, все будет выдаваться. Мы как бы не против выдавать, мы не хотим создавать коллапсы. Но дайте нам документы необходимые для того, чтобы мы могли это делать, и мы будем выдавать. Без проволочек кнопку экстренных служб устанавливают в автомобиле, которую выпускают в России. Сергей Лоцман приобрел такую машину месяц назад. В горах без связи сложно. Через две недели система помогла спасти жизнь. Мужчина увидел на горном серпантине перевернутый автомобиль и нажал кнопку. Я не знаю этих местных населенных пунктов, далеко они, близко. Тем более в такой местности сложно ориентироваться. Вот в чем плюс. А тут он сразу увидел. Я прям сам спросил, вы видите меня по GPS? Он говорит, да, вижу. Ну или там по ГЛОНАССу как там. Правильнее. Между законом об ОСАГО и ГЛОНАСС на первый взгляд нет ничего общего. Но они преследуют одну цель – уменьшить потери на дороге. Как финансовые, так и человеческие. По данным ГИБДД, за минувший год в ДТП на дорогах края погибло 244 человека. Ожидается, что с установкой системы ЭРО ГЛОНАСС эта цифра уменьшится. Как минимум вдвое. Редактор субтитров А.Семкин